Доброго времени суток! Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И хотелось бы сегодня рассмотреть следующее выражение. Расскажите, пожалуйста, про контент. То есть это приглашение коуча рассказать более подробно про ситуацию, либо про запрос, либо про события, детали. То есть чтобы клиент мог фактически более раскрыться. То есть во время этого раскрытия, когда клиент рассказывает, если его лучше активно слушать, то происходит, клиент начинает больше доверять клиенту. Потому что пока идет притерка, и клиент начинает уже больше раскрываться после этого. Клиент может уже какие-то другие вещи. То есть может очень часто бывает ситуация, что начинается с одного запроса, и клиент как бы щупает коуча. И дальше уже, когда после того, что происходит, если клиент откликается коуч, то могут уже сформироваться другие какие-то запросы. Они всплывают, они раскрываются, и там могут быть дополнительные нюансы. Что дает вот эта вот история с контекстом? Могут всплыть что-то, но какие-то новые вещи. И, собственно, исходя из этих вещей, уже дальше можно глубже раскручивать и смотреть какие-то отдельные элементы, отзеркаливать клиенту, возвращать, и сверяться с ним по его ощущениям, по его чувствам и по целям, которые он перед собой в дальнейшем движении для себя ставит. Для клиента это возможность поделиться, углубиться глубже. Ну, то есть вот здесь вот, наверное, момент такой, который про глубину исследования. Потому что чем глубже изучить контекст, поделиться с клиентом с коучем, то клиент больше погружается в то состояние, в ту ситуацию, и через эмоции он может отловить и вербализовать, то есть вынести из себя те вещи, которые вот с этим происходят. То есть, грубо говоря, он погружается вот в то исследовательское состояние, в котором, то есть он вызывает это состояние, вот это вот, это контекста, и его исследует. Потому что там появляются какие-то вещи, которые вот в другом состоянии, они могут как бы быть незаметны самому клиенту. Коллеги, я еще раз повторю вопрос, а можете, пожалуйста, рассказать про контекст. Коллеги, всем добра, пока-пока.